Продолжение следует... Ну, слава Богу, мы только что после службы, занятия были, собрания. Ну, сейчас братья поехали, там, Евангелие раздают благовествовать в городе, а я тут остался, жду их. Поддерживаю молитвы. Я вот что так решил позвонить, размышляя, вот сегодня с утра в огороде сидел, думал, о вас думал. И вот в размышлениях все-таки я как-то... Бог дал углубляться вот в ситуацию, что происходит в духовном мире, что касается Игнатия Тихоновича. И вот такое пришло мне в разумление. Потому что мы считаем, что было с Иоанном Крестителем, что происходило, что Ирод заключил в темницу. А за что? За то, что Он обличал, в принципе, разоблачал тот грех, тот грех Ирода. И вот так пришло, ну так твердо, что Ирод же это дьявол. Ирод дьявол. А кто такая та, с которой Он прелюбодействовал? И вот я прошу вас дослушать вот то, что я скажу, а там уже рассудите сами. Может, что-то добавите, скажете. Это я не для того, чтобы кому-то стало известно или кому-то рассказывать. Нет, это я лично вам говорю. Потому что я помолился. И мне так было, чтобы... Как было сказать? Совершай. Ну, совершай, это значит, чтобы происходило то, что вот сейчас происходит. И вот Иоанн Креститель. Я лучше буду про Игнатия Тихоновича говорить. Игнатий Тихонович, он разоблачает дьявола. Разоблачает. Который спрятался под маской царя Израиля, царя народа Божия. Царя народа Божия. Этот дьявол спрятался и прелюбодействует с религией. Она не жена ему. Она блудница. Она прелюбодействует с дьяволом. И ей хорошо с дьяволом. Но у нее есть дочка. Дочка этой религии. Потому что религия это все. Есть дочка, которая тоже там танцует, угождает дьяволу. Дьявол побаивается, весьма побаивается Иоанна. Вот дьявол боится Игнатия Тихоновича тронуть. Бога он не может приступить. То, что ему Бог не позволяет. Вот дьявол Игнатия Тихоновича, да уничтожил. Ну ничего не стоит ему. В тюрьме там настроить кого-то. Духи они серьезная вещь весьма. Они руководят человеческой душой. Он мог уничтожить в любое время дьявол. Ненавидит Иоанна Крестителя, Игнатия Тихоновича. Дьявол ненавидит. Но он ничего сделать не может. Не допускает Бога. Но кто хочет уничтожить Игнатия Тихоновича, тоже ненавидит религия. Почему? Да потому что разоблачение идет. Что весь этот, ну если так раскладывать, то вот этот огонь, который, чуждый огонь, это все религиозный огонь, который не божественный. Это два сына Аарона, которые чуждый огонь вносят. Это священство, это дети Аарона, это не кто-то там. Они вносят чуждый огонь. Им страшное, страшнейшее воздаяние грядет. И царствуют они, они отвергли Бога. Это они отвергли вот эти трое Кореи и двое с ним. Они отвергли Бога. А Бог, это в прообразе. Вот Иисус Христос, это Моисей и Аарон, это Иисус Христос. Первосвященник и вождь Моисей. Он, Господь сказал, ты будешь как Бог для народа. Или даже Бог, по-моему. Ты Бог для народа. И они отвергли. А как они отвергли? Чтобы Иисус Христос, Бог, не царствовал в Израиле. Чтобы Он не был начальником. Они подчиняться не хочут. Они всю славу себе хотят принимать. Вот как священники там 250-х, они тоже приняли эту сторону, которых Бог убил. И Бог начал убивать, уже народ истреблять начал. Но этот религиозный народ, он весь бы погиб. Сегодняшний народ религиозный весь бы погиб, если б не молитва Иисуса Христа. Пали ниц Моисей и Арон. Пали ниц, умоляя Бога. И Арону сказано, чтобы он курение делал в Израиле. Чтобы он бежал, он спешил. И все равно Бог поразил. Убил 14 тысяч 700. А что такое 14 тысяч 700 в то время для народа? 14 тысяч. Он в Афганистане столько погибло за войну. И вот сколько он успел, столько потом и не погибло. Вот они. Это в религии те, кто заслонил собой. Это и католики, и протестанты. Все, все, все. И протестанты, эти пастыря ихние. Всякие харизматы. Лидеры. Лидеры ихние. Это лидеры всех религий. Это вот эти 250, которые начальствующие в народе Израиля. Начальствующие они. Они приняли сторону. А потом еще и народ принял сторону. Возмутился народ. И тогда уже все. Если бы не... Вот сейчас в наше время, если бы Господь не умолял Отца, то все бы были истреблены. И что происходит? Вот это религия. Тьма. Царь, дьявол там. Но. Что происходит с Игнатием Тихоновичем? Я думаю, но Иоанн Креститель же в темницу был заключен. А вот что. Дело в том, что Игнатий Тихонович, и я думаю, что это ваше уже назначение, это допущение Бога. Там великая глубина, мудрость. Там предназначение. Так что нашим умом только может быть там в щелочку увидеть смысл. В щелочку приоткрываю. А вот я в щелочку где-то, может быть, Бог дал мне чуть-чуть там заглянуть. И то я уже радуюсь, что я что-то понимаю, что-то я увидел. Потому что мне многое не ясно. Это немножко прояснилось. И уже радуюсь. Я с утра радуюсь. Жене рассказал. И вот решил вам я позвонить. Хотя лишний звонок для меня, я по плоти человек такой необщительный. И для меня это в тягость. Вот по плоти, вот какой я, в тягость позвони, общаться вот так. Это только вот смирение пред Богом делать не то, что по плоти, а что по духу. Но когда в духе, то именно горе мне есть, я не проповедую. Я говорю, говорит апостол. И вот мне горе, если я, мне в духе дается, а я это не буду делать. Мне жена говорит, может потом. Я говорю, так мне вот по плоти что-то противится плоть, в общем. Она говорит, ну потом позвонишь. Я говорю, я не могу так. Я не смогу вот сейчас ходить. И чтобы на потом откладывать. И решил вот вам набрать. Ну поделиться с вами, потому что мне так было, что нужно сказать вам. И вот Игнатий Тихонович в темнице, в темнице, это очень важно. В темнице будет до конца. Это все во благо, это воля Божия, это воля во благо все. Это все таки должно быть. В темнице Иоанн был, в религии. Вот вы так в православии и останетесь. Но это для Израиля, для народа Божия, для всего народа это полезно. Это нужно, это необходимо, это не просто полезно. Это просто необходимо, Бог так усмотрел. И вот угодила дочка этой религии, дочка, когда на пиршество. Они же эти начальствующие, там им неплохо живется, они пиршествуют с дьяволом. Ихние прославления, ихние вот эти царские одежды, им ручки целуют. С ними сильные века сего президенты, там, эти, как олигархи и так далее. Все с почтением. А что, какое там почтение, если так посмотреть? Он тайный грешник, этот поп, где-то там крысь, что-то там они... Ну, это нечестивые. Вот эти лидеры, все лидеры религии, это нечестивые. Не может человек благочестивый там находиться. И написано это послание... И там приводится, что вот как нечестивые грешники, и начиная с Каина, и продолжение идет потом, перечисляются вот эти, и Кореи, там, Дафан, и Авиуд, и кто там еще. И вот там ряд перечисленных, уже в Евангелии, вот эти нечестивые. Потому что они занимают эти места, и они, по сути, они грешники, по сути, они нечестивые. И вот дочка этой религии, дочка религии, это религия в религии, это вот дочь, это прообраз, это эти всякие течения, или как назвать, царства в религии. Вот это католики, православные там, копты, все-все-все, это все дочки. И вот эта дочка угодила дьяволу, и он проси, что хочешь, ей сказал. А она, вот, например, я думаю, что это православие, оно желает, чтобы вас вообще не было, обезглавить. Думаю, и вы в этом не сомневаетесь. Если бы была возможность, проголосовала бы там вся верхушка, чтобы, не знаю, там, может, не конкретно там убить или что-то. Ну, не было бы, чтобы Игнатия. Зачем он нужен? Он мешает им во всем. Он во всем. Они ненавидят, хотят избавиться. И вот, а дьявол, он же не всемогущий, всесильный. Он боится. Он боится сделать то, чего не допущено ему. Но все же, все же, он вынужден будет это сделать. Вот это ожидает, ожидает Игнатия Тихоновича. Вот в моих таких рассуждениях останется Игнатий Тихонович в этой темнице во благо Израиля. Но будет говорить о покаянии. Покайтесь. И укажет, укажет, вот еще важно очень, укажет на духовную жизнь, жизнь во Христе, на Христа будет указывать. Вот что и делает сейчас Игнатий Тихонович в принципе. Ну, вот это я вижу. На Христа. Не на эти обряды, не на эти, не на этот огонь. Он показывает, что это огонь чуждый, это не божественно. А божественно только то, что в Духе Святом. Вот только, впрочем, вот Павел говорит, впрочем, не я потрудился, а благодать, которая во мне. А благодать во мне, это Дух Святой, это Христос в нем. Он трудится. Вот в церкви, что сделали религии, дьявол, что там сделал? Он отстранил действия Духа Святого, управление в церкви, должен управлять Дух Святой. А в религиях нет. Но есть, мир не знает, есть управление Духа Святого, есть истинная церковь. Это малое стадо. Малое стадо. Но всему этому надлежит быть. Вот, что еще? Ну, в общем, может, вы поправите, может, я что-то не так сказал, может, это, где-то подкорректируете мой разговор. Нет. Я думаю, что они вот так лютуют против, это всем видно. Притом, все. Но среди всех находятся люди, которые понимают, что я своего не ищу. Извините. А это весь Израиль видит. Это вот как весь Израиль видел, в каком положении Иоанн находится. Его обязательно ненавидели некоторые. А некоторые это вот подтверждение вашей слова, например. Сейчас вы просто подтверждаете то, что... Дело в том, что они настолько люто нападают и ни одного слова правильного не говорят. и узнав, что местный митрополит к нам хорошо относится, приезжал на наш престольный праздник, так они даже обрушились на него. И, как правило, это люди имеют какое-то отношение к миссионерским отделам. А миссионерские отделы это мирское устроение, не Божие, не Дух Святой ведет. Дух Святой отправляют по два. Идите по всему миру. А им нужна зарплата. Теперь, что вышестоящим богоотступник ему скажет, он то и делает. Он на меня показал, они бросились. И увидел, что к нам хорошо относится митрополит московского патриархата Сергий Иванников. А они напали на него, вот как бешеные псы. И он, мы разговариваем по телефону, ну я-то кто, никто. И он говорит, а что это за люди? Вот такое впечатление создается, что они хотят убить вас. Такая лютая нечеловеческая ненависть. Это и понятно, потому что всем я всегда говорю, если мы не будем в Духе Святом, то все напрасно. А они этого не понимают, даже что я им говорю. Они всякие пахости делают в интернете. Там совокупляются какие-то блудники, они на фотографии мою голову отрезают и туда подставляют. И попы притом на омерзительные такие слова говорят. Я только молюсь, и мне смешно. Вокруг моей колокольни целая свора собачья лавит, но они могут на меня помощиться на эту колокольню. Но у них то ничего нет. У них ничего нет. Я куда ни обернусь, везде зеленеющие поля. Сколько людей. Вот я даже чуть-чуть люди заметят маленько, что-то у меня настроение не такое. Они знают, что-то внутри меня я же скручен, я одеваться не могу, у меня руки выкручены, меня КГБ выкручивало руки-то. Все это было. И люди стараются что-то сделать добро, а я никакое лекарство никогда не принимаю, я на Бога надеюсь. Так они разные смеси делают, там курага, там что-то и виноград, и там с медом или как-то, и напишут Игнатью, и Тихону еще от сердца. Это смешно. То с одного стороны, то с другой. То есть я вот вернулся из дальней поездки, то они обнимают сестры, там красавицы такие, они меня из машины прям буквально вытаскивают, обнимают, целуют, хоть ваши мощи пощупать. Они там режут кого-то, а я говорю, вот живые мощи перед вами, а мы ночевали, представьте, от Владивостока до Португалии, пройти Турцию, а ночуем в разных там лесополосах, чтобы утром быстрее в город попасться. Ну и мы все в дыму там пропитанные, а все здоровые. И они, ну запах-то от меня не ладом пахнет, а экскурсии, солнце, ветер, прожженные, промолоченные. Я на что не посмотрю, мне все так весело, интересно. Еще они злобятся, я в них еще не забирал, я их никого не трогал, я хочу добра им, что нельзя так жить. И поэтому... Игнарий Игнаевич, вот я слушаю, я думаю, что это вы не напрямую как бы удивляетесь, а вы как бы по-здравому смыслу сейчас говорите, что, а что им злобится, да? Хотя сами понимаете, что они злобятся. Дьявол, дух нечистый, духи злобные, а ваша война не против плоти и крови, не против, это ж написано, это ж они по-человечески бы даже сами не понимают, что и как. Вообще этот мир это мир духов, это мир людей, людей, но в людях духи, они так хотят жить, вот в этих людях, только есть божьи люди, а есть дьявола, дети, вот идет эта война, мало того, она же духовная война еще внутрь каждого человека идет, это не так, что человек скажет на суде, ну я вынужден был, я в таких условиях, нет, там все тоньше в духовном мире, она намного тоньше эта война, и она невидимая, ее не видно, а вот когда будет забран дух святой, вот тогда увидят, вот тогда изобразится, в ком Христос, а в ком дьявол, это ужасное время будет, таких времен не было еще никогда написано, вот это ужасное время, а то, что вы сейчас говорите, в принципе я это знаю, я смотрел ролики, много ваших слушал, я это все знаю, но это только подтверждает, подтверждает все то, что ну я так мне приоткрыто, это только подтверждаю, я только утверждаюсь в правильности того, как мне духом святым открывает Господь мой Иисус Христос, может у меня вопрос какой, может вы с чем не согласны, понимаете, я как бы из деликатности вы как бы промолчали о чем-то, я хочу ваших замечаний, например, по какому-нибудь поводу, я отвечу, что во-первых, я не Ян Креститель, это конечно слишком высокое сравнение, давайте какое-то, но я ничего подобного, нет, сразу не согласен, я сейчас закончу, разрешите, пожалуйста, Да-да-да, конечно Я люблю Господа моего, Спасителя Иисуса Христа, который меня возлюбил прежде еще, и который избрал меня, люди-то, видишь, они не понимают этих слов, избрал, как, но я с детства знаю, у меня, ну с 5 лет, ребенок только играть будет, а у меня все время желание было спрятаться и помолиться, боль другого, Бог сделал, сделал моей болью, и поэтому, когда я говорю, я не выдумываю ничего, 53 года назад мне впервые Евангелие дали в руки, и у меня как будто бы кто-то, кто-то невидимый сделал так, что вчерашнее, с чему я много учился, в момент обращения я занимался на 7 языках, я все бросил, связал, у меня откровение было, что это все тленное, все это земное, и у меня сразу жизнь изменилась, сразу, такая перспектива, выход за границу, капитаном быть, ну и дальше там, на капитане я бы не остановился, но Бог так сделал, и у меня как будто ничего не было, отрезал, а так как я был душой общества, я знал ни один, ни два там анекдоты, веселые рассказы, а может быть сотни, мне Бог дал удивительный талант вживать себя в это, душа компании, я прошу у Бога, освободи меня, помолить и просить человек дать память, запомнить, а мне пришлось молиться, отними у меня эту память, и люди, что дал память, люди в это верят, а что отними, они говорят, не слышали, это вы выдумываете, я сказал, Господи, сотри у меня эту программу, переформатируй, чтобы у меня ничего этого не было, я встал, как будто никогда, ничего не было, как будто, чистая программа, и поэтому столь обильно Бог стал мне давать на эту свежее, новое, на вина называется, и я стал проверять все, пошел в церковь, достать надо Евангелие, пришел, нашел, где живет священник, это город Венспес, Латвия, 1962 год, месяц сентябрь, гляжу, лежит человек пьяный, а кто это, какие-то бабы вокруг, пепельница полная, окурков, а это, говорит, батюшка лежит, а они какие-то чужие, женщины, видно, что не жена, я на это не смотрел, это чисто человеческая слабость там, но я говорю, а Евангелие у меня есть? Да пропил он его, нету его, батюшка пропил, но я подумал, может, это образное выражение, а потом узнал, действительно так, конечно, печально это все, но когда я поехал, я сразу решил попасть в семинарию в Академию в Москве, встретиться со студентами, и я встретился, и я по сегодняшний день еще не могу войти в себя, они не знают Бога, они не знают рождения свыше, они не любят Слово Божие, и какой я вопрос не задам, они его против меня обращают, а вы сектант, я говорю, я спросил только, но вы не так понимаете, но не так понимаете, ты мне подскажи, ты же учишься, а я это не уч, я учился что, я прараб, техник, строитель, учился на капитана, мореходное училище, но у меня нет образования духовного там, но мне Бог как будто приподнял вот здесь вот, и положил самое истинное, я сверяюсь со святыми отцами, у меня все сходится, иногда люди спрашивают, а где вы считали такое толкование, потому что я знаю святых отцов, вот на этом месте я нигде не считал, просто это дано, а правильно это, все говорят правильно, я знаю, это написано у Григория Низского, что-то спросили, я ответил, я еще мало считал, а это вы берете из Киприана Карфагенского, он мужчина, в четвертом веке умер за Христа, я-то этого не знаю, а когда люди не верят, я прочитал, у Василия Великого был брат Григорий Низский, город Ниссы, и он говорит, люди верят только в то, что сами могут сотворить, а чего они не могут, они в это не верят, и мне это очень понятно, и когда я вот сегодня говорю что-то, меня спрашивают со всех сторон, вот эта поездка патриарха в Гаване, встретился с папой, на патриарха сейчас сильное, сильное давление оказывает, гонение буквально, а люди указывают, так у Лапкина это все было 40 лет назад сказано, я не знал об этих встречах, что будет, сегодня я действительно говорил строгие слова патриарху, очень строгие писал, всем архиереям писал, в ООН, то есть нет буквально места, куда бы я ни писал о возрождении свыше, масонам писал, то есть везде, а как вы знали, еще я не знаю, первое, не знаю, что есть, то благодать Божия, благодать мне это открыло, открыло, я никаких образов не делаю, я практик, не теоретик, я вижу, живем неправильно, нельзя это лебезить перед мирской властью, лизать у нее сапоги, нужно встать и сказать, я пришел умереть, вот тогда Бог тебя примет, если этого нет, то ты будешь все время заглядывать в глаза, как тебе нравится, не нравится, вот у меня никогда этого не было, вот у меня книги написано, это не два, не три тома, 38 томов, и люди сейчас разные, там баптисты другие пишут, а как вы это узнали, а откуда вы знаете, а вы считаете правильно, да действительно единственно правильно, ну а почему вы думаете, что по-другому не может быть, а здесь один выход только, один, я пришел умереть, и вот в сфере этой, ответ я даю, чтобы ни одно место Библии не противоречило тому, что я говорю, ни одно, по всем местам, и поэтому действительно, я нахожусь как бы в окружении этой тьмы, неверия, незнания, противоречия, вот это я хотел сказать, меня сравнивать ни с кем не надо, я ничтожная мошка-бложка, но Бог вот мне это дал. А это вы, Игнатий Тихонович, это там скромность, все это хорошо, но это вы говорите кому-то другому, мне такие вещи не надо говорить, это между собой там православные, как мне говорят, что я самая грешница, я грешница, самая грешница, я говорю, а вы сейчас же лжете, вы лжете, а на как лгу, а вы себя такой не считаете, это искренне, что самая грешница, и грешнее нет никого. Так же, это, дело в том, что, вот все, что вы сейчас рассказываете, все, что вы рассказываете, Все эти случаи, ваши впечатления. Это просто я еще больше убеждаюсь в проводе своих, не своих мыслей, а того откровения, которое я получаю. Но, когда вы говорите, что Иоанн Креститель, да, это величина во Христе, но ничего особенного. Нету такого. Обожествляют, пророков обожествляют, Иоанна Крестителя обожествляют. Пред Богом все ничто, все рабы, а религия обожествляет Иоанна Крестителя, того Иоанна Крестителя, и что это угодно Богу, чтобы ему молились, иконы там эти рисовали. И также другие там, кто бы ни был, нельзя этого делать. Это, в принципе, обычные люди, которые угождали Богу. И то, угодить Богу, Игнатий Тихонович, это тоже дано. Без меня не можете делать ничего, дабы никто не гордился, написано. Нечем нам гордиться, и никому, ни Иоанну Крестителю, никому. И обожествляют в религии, как раз таки обожествляют. Это тем более вот эти религии, которые католики и так далее, и православные. Поэтому, когда вы говорите, я не сравниваю, зря, надо сравнивать. И надо принимать, и надо именно так себя ощущать. Себя так. Не мошкой и блошкой ощущать, а именно в духе Илии, именно ту миссию, на которую послан. Надо иметь достоинство во Христе. Не вот это уничиженное, как вот в религиях, все они в капюшонах, как крысы идут в капюшонах, вот такие, что там католики, что эти, какие там армяне идут, вот эти, у них балахоны висят. Кому это надо показуха? Они похожи на демонов. Это друг за дружкой демоны идут, на них смотреть противно. А загляни под капюшон, там непонятно что. А христианин должен... Неужели Христос бы вот так ходил? И когда поститесь, не будьте такими унылыми, там показуху не делайте. Все не так, как эта религия все это подсунула. Это дьявол царствует там. И они, вот эта верхушка их, эти карьеристы духовные, им хорошо там. Кто он такой? Ну, кто они такие? Если в мир их, то они, кто там будет? А так он, с ним считаются. Считались князья раньше. Считались раньше, сейчас там Путины, Обамы считаются. Это ручки целуют, это ему папе, там башмачок целуют. Да вообще уродство. Это ужас. Это не уродство вообще. Это уродство для человека здравомыслящего. Просто мирской человек здравомыслящий посмотрит, скажет. Вроде взрослые люди, все. Там башмачок, там это... Владыкой называют. Как это так? Кого Владыкой называют? Кто там? Я вот хочу посмотреть, что значит Владыка. Допустим, в православии Владыку. Я как-то увидел ролик, а там сопляк стоит. Он и внешность у него такой. Вот есть гнус такой. Они в армии эти гнусы бывают такие. Чмок. И вот даже не по размеру висит на нем вот эта вся корона. Вот это все. И написано. Владыка какой-то Истафий или там... Не помню, а как имя. А, Варсалононуфий какой-то. В общем, Владыка. Думаю. Как ему не страшно этому бесенышу на себя принимать вот это все. Как им нравится это все. Вот это и есть эти начальствующие в народе, которых сожгет Бог. Их учесть уже все. Они предуставлены к погибели. Это не мирские вот эти наркоманы, блудники. Это не мирские. Там злодеи даже. Это мир. Там другое. Это эти предуставлены к вечной погибели. К излитию гнева. Бог гневается. Гневается. Если просто здраво посмотреть на этот мир, он ужасный. А как же Бог видит все, какой ужас по сути происходит в этом мире. А в религии какой ужас. Простые люди говорят. Как же так? Там батюшка это. Там все эти вещи. Даже люди простые видят. Как же они пред Богом такие вещи делают? Владыку. Или святейший. Это святее святых? Непонятно. Канонизируют. Вот эти ритуалы, обряды. Все это бесовщина. Все это дьявол делает. Это все чуждый огонь. Все эти... Религиозные обряды. Это чуждый огонь. Чуждый огонь. Но тогда Господь убил этих двух. Народ не пострадал. Ничего. Двух. И по них даже скорбеть нельзя было. Даже жалеть никак нельзя было. Запрет. А этих уничтожил 250. А эти под землю ушли. Они вместо... Они Бога отстранили. Вот эти религии, они отстранили Бога. Они сами... Мол... Все общество свято. Они как сказали Моисею, что почему вы должны над нами... Мы вас слушать, начальниками над нами. Почему вы должны? Это же кто? Дьявол дает. Это не то, что люди там хорошие и плохие. Человек, он под влиянием духов. Но кто он человек? Откуда он? Или отец его дьявол, и он исполняет похоти отца своего. Или он рожденный свыше. В дальнейшем рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. И лукавые не прикасаются к нему. Ну, в общем, какие еще замечания, Игнатий Тихонович? Я некоторые места мог бы просчитать относительно слова владыки по делу. Ага, ну хорошо, хорошо. Что в это вкладывать будет? Если бы вы записывали, мне было бы понятнее, что у нас непраздный разговор. Можете записать те места, которые я назову? Псалом 67, 28. Там ведь... Ну, записывать, чтобы я потом прочел, или как? Да, да, да. Потом, чтобы просчитали в такой спокойной обстановке-то. Что означает слово владыка? Владыка... Можно ли человека называть владыкой? Вот вопрос, как стоит. А это вообще не... Сейчас ни в коем случае... Сразу отвечаю вам. Сейчас ни в коем случае нельзя... Это владыка, это на Востоке, это те взаимоотношения, это та религия. Вот тогда была религия. Но тогда царствовал в этой религии царь, был Бог. А в этой религии царь-дьявол. Тот, когда тогда с почтением обращения вот такие были. Я примерно понял, о чем вы будете говорить. Но это Ветхий Завет. Это Ветхий народ. Господь с собой. Я хотел сказать о том, что это Дух Святой говорит. Это не к народу относится только, но конкретно к сегодняшним дням. Несколько мест такие в Библии есть. Может быть, человек их не видел. Я как-то беседовал с владыкой здесь, архиепископ Гедеон. И он говорит, вот книги написаны, опровергаются там день, зон так, вон так. Это, дескать, дню солнца поклоняются. У нас неправильно называют, что Господний день. Я говорю, нет. Почему? Потому что он говорит, вот приезжал тут кардинал, католический, мне, говорит, подарил книгу. И там сказано, что солнцем Бог не называется. Солнце это у язычников было. Я говорю, нет, Владыка, есть это слово. Христос, наше Солнце Христос. Я говорю, Солнце Христос. Псалом, я говорю, 83, 12. А одно место только в Библии есть. Так вы знаете наизусть? Я говорю, а что знать-то? Тут труда нет никакого, Бог дает. Он наше Солнце ищит. Вот относительно Владык, запишите пока. Псалом 67, 28. Князья Иодины с маленькой буквы владыки их. И дальше. Исайя 26, 13. Исайя 26, 13. Господи Божий наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами. Видите? Другие владыки с маленькой буквы. То есть, в этом нет преступления никакого. И дальше. Сирахов, боящийся Господа, почтит отца. Это не только Ветхом Завете, но и сегодня. И как владыкам послужит родившим его. Как владыкам. С маленькой буквы. Владыкам. Называть нельзя владыки. Как владыки. Вот такие сравнения. Конечно. Я сейчас просчитаю. Берите пример земного. Да, да. Да. Итак. Бытие 45, 8. Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Владыкою с маленькой буквы. Старозаконие 10, 17. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов, и владыка владык. То есть, он... Ну, дальше не обязательно. Я понял. Я сейчас подожди, я до конца досчитаю. Что это слов. Да, да. Я хочу до конца досчитать. Владыка, Владыка, Господь господствующий. Или царь царей. Ну что, царей нету. Ну, царь, ну, он над всеми царями царь. Это владыка, Господь, над другими владыками. Третье царство, 11, 34. И говорится, Бог говорит, я не беру всего царства из руки его, но я, с большой буквы, оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида. Я поставлю. Я его. И Бог его называет владыкой. Но Бог-то вчера, сегодня, вовеки тот же. И дальше. Четвертое царство, 20, 2, 5 стих. Возвратитесь и скажи, языки, это Бог говорит, Бог. Это уже Бог Югова говорит, спорить никак нельзя. Скажи, языки, владыки народа моего. Если Бог тот же, и народ его тот же, то и владыка остается с маленькой буквы название. И дальше. Псалом. Восьмой Псалом, 7 стих. Запишите, потом посмотрите. И Бог поставил его... Я понял. Я сейчас закончу, чтобы было... Иначе мысль будет не закончена у меня. Поставил его владыкою над делами рук твоих. Сегодня дела рук Божьих везде. И над ними поставлен владыка. Это слово допущено Духом Святым. Все Писание Бога духовновенное. И считаем дальше Исайя. Исайя 14, 7. Сокрушил Господь жезл нечестивых с кипер-владык. Это не только в южных странах. Это... Которые владеют народом, они так и называются. Владыки с маленькой буквы. И Бог их сокрушает. Ну, их избрал там Верховный суд. Не имеет значения. Исайя 26, 13. Господи Божий наш, другие владыки, кроме Тебя, Господствовали над нами. И сейчас другие владыки над нами господствуют. Но через Тебя только мы славим имя Твое. Вот как. Дальше. 41, 25. Господь говорит, я воздвиг его от севера. И он придет от восхода солнца. Куда придет он? В Турцию. Куда придет он? В Германию. Для чего будет? Призывать имя Мое и попирать владык с маленькой буквы. Других старей, как грязь, как горшечный глину. И дальше. Иеремия 30, 21. Это не одно место. А при двух или трех свидетелях всякое слово истина. И будет вождь его, из него самого. И владыка его, с маленькой буквы, произойдет из среды его. И я, Бог говорит, я приближу его, в какое время там, в Ветхом Завете, в Новом, или в кончину дней. Я приближу его, владыку, и он приступил ко мне. И далее поясняет. Это слова Божии, тут нельзя опровергнуть их. Иеремия 33, 26. Но и племя Иакова, и Давида, раба Моего, отвергну, чтобы не брать более владых из его племени. В какое время брать, не брать? Ветхий, Новый Завет, но их владетели, князей, Бог называет владыками. И еще Даниила 2, 38. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он, Бог, отдал в руки Твои, то есть Он, тогда отдавать и сегодня, и поставил Тебя владыкою над всеми ими. Ты! Это золотая голова. И дальше. Но Даниил 8, 25. И при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется и среди миром, погубит многих и против владыки владык восстанет. То есть, Бог был тогда владыка владык и сегодня. А раз владыка владык, значит, владыки и сегодня есть. Я не говорю, кто, но Писание говорит. Да и Священное Писание нам говорит, даже в Откровении, 1, 5. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей. Владыка царей земных. И еще Матфея 13, 27. «Придя же рабы, дома владыки сказали ему, господин, не доброе ли ты семя сеял на поле твоем? Откуда же эти плевелы на нем?» И сегодня, поэтому, даже кто проповедует, они говорят, дома владыка, то есть, президент или кто-то. Я к тому, что это слово допускается Священным Писанием по отношению смертных людей. Только это хотел сказать. Игнатий Тихонович, конечно, в мире владык много. В мире. Но внутри церкви и человек избирает себе, он может выбрать владыку, могут навязать ему владыку. Но в церкви этого, в Божьей церкви, это недопустимо, чтобы там владычество владыка. Над братьями. Это речь совсем Ветхий Завет, конечно, владыка. Если он царь, то он владыка. Если он князь, то он владыка. У него владеет. Кто владеет определенными какими-то вещами. Но в церкви это нельзя делать. Это недопустимо вообще между братьями. Кто он? Он брат во Христе. Вот архимандрит, митрополит. Что сверх этого, того берегись, сын мой, написано. Берегись. Не бойся. Бояться ничего не надо. Берегись. Берегись всего, что сверху. А это все сверх того. Есть Евангелие. Вот это все ветхозаветные обращения. Да, как про него еще сказать, если он там в народе царь, царствует, владычество. О нем так и сказано. Но ужас то, что это в церкви происходит. Владыка. Какие еще там? А вот есть Иерей Великий. Иерей Великий это сам Господь. А кто такой прото Иерей Архи Иерей Вот эти все должности вот эти все звания это все ну если просто сказать и это не от Бога. А все что не от Бога все будет гореть. просто гореть. Когда написано, что земля и дела на ней сгорят. А что такое земля? Что вот эта земля имеется в ней? Духовная земля это верующий мир. Это все земля. Дела на ней сгорят. Какие дела? Религиозные дела. Не просто уничтожатся. Сгорят. Гнев Господень на все это. На все это мерзость. Это пред ним делается. это все мерзость. И Христа нету в этих капищах. Нету Христа. А любое что взять в религии пое вот абсолютно любое оно не соответствует Евангелию. Вот Светхого Завета вот оттуда притягивать как бы некоторые вещи стараются. Построили вот эти святая святых там царские врата там эти заходят выходит вот этот чин. Вот мне раньше меня это впечатляло. Я когда первый раз попал я еще был школьником в храм православный мне даже понравилось что так оно величественно мне это понравилось с этой стороны. Потом как-то я какое-то время нет было с другом пошли специально я ему сказал я говорю пойдем посмотрим вот православие мне нравится вот это какой-то страх там благоговение сходили а вот признаюсь это не то что мое какое-то надымение или что-то мне почему-то смешно сейчас на это смотреть ну почему я знаю вот католики когда папу там они там как короновали или там эти престолы вот это все как это режиссер я думаю как они репетировали что-то все идет репетиция все расписано неужели человек который одевает эти одежды там ходит важничает он не боится Бога что он не тот что он из себя корчит на самом деле вот эти все вещи а если откроется то что в них какие грехи там если это откроется какие мерзости творятся это ужас церковь просто ну всему этому надлежит быть вот эти народы духовные религии все 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 надлежит быть и скажут прав ты господи божий вседержитель ибо открыли суды твои суды это дети его вот эти слова а вы слова вот в конце будут эти слова и вот они пойдут и будут их одни принимать будут а другие принимающие вас принимает меня принимающий меня принимает пославшего меня бога это бога они апостола приняли посланника это и есть делатели жнецы последнего времени вот надо народ подготовить к тому что вот это осознание себя грешником погибшим погибшим погружение погружение это не обязательно в реку погружать в воду погружать вот кто слышит ваши разоблачения ваше обличение тот погружается в иоанново крещение тот принимает ему даже не обязательно с вами увидеться не обязательно с вами общаться он услышал может даже один раз увидит ваш ролик допустим или прочтет что-то и уже бог ему не сам по себе все от бога он уже поймет что он погибший а если он поймет что он погибший это есть крещение в покаянии это вот человек не обязательно куда-то идти на кого-то руки возлагать он поймет что он погибший погибший и он должен обратиться к богу обратиться спаси господи каю себя моя жизнь вот как отличить вот сейчас важную вещь скажу тоже как отличить от человека возрожденного да от него вот люди мучаются от невозрожденного мучаются и некоторые говорят вот я возрожденный или нет что должно произойти что я должен увидеть почувствовать что я возрожденный серьезный вопрос очень серьезный вот самого себя как отличить и вот мне не так давно приоткрылось вникая в себя и в учение как в себя вникнуть и рассмотреть в себе возрожденный или нет и мне пришло такое это тоже так приоткрыто не так чтобы в полноте возрожденный это тот человек у которого прошлая жизнь до того как он услышал до того как он сказал да истина это Иисус Христос он поверил в него и он поверил жертву Господа и принял он верою принял Господа Иисуса Христа вот это семя он услышал слово упало ему на сердце и что произошло вот те которые плевел ну заросли сорняком это невозрожденные невозрожденные а возрожденный это тот который потом принес плод там погибли все эти все слово там птицы склевали там дьявол похитил где-то сказал что это не то что надо заботы века сего у другого человека у третьего у четвертого земля хорошая земля сердца душа душа и как определить теперь а если в свою жизнь заглянуть сзади это вот к вам это ну не знаю я сейчас не отношу это к вам вы особенный человек особенный человек в этом смысле но у вас это произошло я говорю в принципе о всех остальных людях потому что Иоанн Креститель это отдельная совсем как бы духовная личность вот возрождение когда на прошлую жизнь смотришь и тебе становится стыдно стыдно внутри никого нету никто не знает а тебе внутри стыдно за поступки свои там не все допустим а какая приходит на ум даже за те поступки которые раньше ты гордился какими поступками вроде совершил что-то такое мужественное кого-то там наказал унизил ты возвытый мужчина такой ты авторитетом пользовался а потом когда уверовал когда семя в тебе когда Христос слово в тебе оно судит уже тебя и в этом ты не видишь ничего хорошего что ты культивировал в себе вот это мир осего силу власть такую над другими людьми своим умом превозносился над кем-то а раньше стремился к этому и так жил и так бы жил всю жизнь если бы не слово если бы не возрождение вот это одна сторона как человек может себя проверить возрожден или нет знаю эта проблема существует у людей проблема спасается не спасается и вот он должен теперь встать на путь спасения путь это не так что ходить там свечки ставить и так далее и так далее и так далее басни всякие слушать там жития и бытия а настоящая церковь она водимая духом святым управляемая духом святым это тело его это то чтобы там прихожане ухожане ничего общего ничего общего нет прихожане захожане да это прихожане да это мирянин что значит мирянин кто он он член церкви божией или кто такой мирянин это тот кто там сду какую-то приносит значит мирянин будет снисхождение к нему ручку папу поцелует достиг достиг совершенства в общем ручку целовать папу ну мерзость все все мерзость все эти религии мерзость но Игнатий Тихонович и опять таки это не то что он хороший или он такой особенный нет все бог бог дал этой душе вот так но важно что важно что быть верным ему богу и больше ничего не надо невеста верная должна быть верной и вот если Игнатий Тихонович верный богу моя так ну я своими глазами так радуюсь некоторые ваши фразы некоторые они аж пронизывают меня я аж радуюсь мне настроение поднимается некоторые фразы некоторые высказывания не все а вот как будто там стрела летит разбивает всякие мерзости ну что на сегодня все наверное уже да конечно вы устали меня слушать я уже нужен в другом месте у меня иногда утром три часа только ждут когда я освобожусь у меня вчера была беседа вы зайдете на наш ютуб увидите там женщина стоит такого красного света она была та которая меня свела с Александром Менем привела меня к нему я обязательно посмотрю я в принципе смотрю я ваше смотрю я вчера поставил его она сейчас в Америке и она вышла на меня нашла и она может быть приедет сюда просится в Потеряевку приехать вот и она интересную мысль подала в моей книге пытались переводить двое на английский язык но я сторонник чтобы переводили люди которые знают английский так же как родной русский перевод должен быть абсолютно точный потому что то что в моих книгах есть выбраны вопросы ответа это центральная которую я преподавал в университетах радиопрограммах воинских частях милиции то есть везде это 4124 ответа и они расположены по 55 папок тем тем отдельно там вера евреи такое вот патриархия работа искусство государство политика дети то есть разные разные и она вызвалась поискать людей которые согласились бы заняться переводом но тут уже на эти материалы примерно человек 5 переводчиков таких и тогда может быть отдельный сайт будет для англоязычных она хорошо знает народ а я хорошо знаю то что сказал эти книги намного дольше будет жить чем я они отвечают на самые злободенные вопросы и притом без приглядов глаза нравится не нравится там патриарх для меня не патриарх мне вообще никогда не было разницы поэтому самые строгие слова могут быть против президентов вот я говорю то что сказал бог подтверждаю по четырем пунктам что говорит во первых святая библия вот первое второе что об этом сказали святые отцы что об этом сказано в канонах церкви и что сказано в житиях святых четыре параметра они абсолютно сегодня неопровержимы никем ну допустим 18 том открытым окон я разбираю по сурам и аятам коран мусульман в сравнении с библией каждый сур и аят то есть глава и стих оттуда три тома у меня посвящены евреям разбираю талмуд и что об евреях было когда сказано за 3600 лет это вот и она вчера вышла на меня и она говорит я постараюсь только молись об этом деле я об этом деле молюсь сейчас я вот если бы ваши книги мне лет так 15 тем более 20 назад я бы их с руками отрывал бы я искал что-то подобное но найти я не мог я найду какой-нибудь там это 90-е годы где-то начало 90-х только намек какой-то на священное писание какое-то толкование все уже я радостно иду уже буду читать и если бы тогда мне попались ваши книги да не знаю как бы я там вы вот что сделаете зайдите на сайт в ютубе или в гугле зарядите сайт библейский я это знаю и там все книги и вы когда пойдете по вопросам с правой стороны 55 папок сайт не форум форума и тогда ваша душа найдет что-то для себя и знаете тихонович я понимаю я о чем вам говорю это был такой период когда я так жаждал вот эту информацию эти исторические факты я это перевод этот еврейский текст а там тут же перевод нашел радовался все но прошло то время прошло то время мое время когда именно я жаждал именно вот таких книг сейчас жаждуют многие таких книг ваших я уверен потому что я сам такой был но у меня сейчас другой период мне сейчас раньше я как человек я артефакты для меня вот Иерусалим показывают там Господь а там может это показывают там какой-нибудь исторический фильм я всматриваюсь для меня это все так трепетно о вере о Христе о народе Божьем а сейчас от меня это все отошло мне история не волнует меня не волнует даже вот этот Иерусалим меня не волнует эти улицы не волнует и стена плача меня не волнует раньше вот стена когда-то здесь такие события я начинаю представлять себе по-человечески а сейчас чем дальше тем меня ничего не волнует только Христос все абсолютно остальное все написано что раньше мы Христа знали по плоти а теперь и не знаем по плоти но это так происходит это не то что я там собой управляю так во мне вот такие поэтому я говорю что я знаю что такое жаждать вот такой литературы вот таких книг какие вы написали что значит жажда и с таким удовольствием они мне не попались в то время я бы с удовольствием это все и читал бы там я не знаю днями и ночами но сейчас я в руку не возьму никакую брошюрку даже ну не хочется у меня все я даже писание не беру сейчас почти в руки писание евангелие я почти не беру я даже не становлюсь на молитву я хожу я все время во мне молитва все время евангелие все раньше я уставал от этого фу как бы это опять иду в городе там в магазин пошел там все все евангелие и что значит это духовно приоткрывалось стихи евангелия смысл и уставал так умственно уставал а сейчас у меня другого ничего нет у меня только вот евангелие и молитва все время куда не посмотрим чего все 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 к Богу и только Иисус Христос мой Бог Иисус Христос все а отец в сыне вот когда я во Христе я с отцом и я познаю отца и это дух Христов это дух усыновления и как бы вы не обижайтесь но я книжки уже не читаю и даже не интересуюсь хотя я знаю что очень интересно это это очень ну не то что интересно познавательно полезно назидательно очень это труд ваш это вообще может кто-то не осознает но вы сами осознаете что это вам дано было все это написать в назидание народа народа да огромный труд он как и Ан не восставал никто изрожденных женами никто не восставал больше вот я скажу Игнатия Тихоновича вот пускай вам какой-нибудь академик пускай там трижды знаменитый профессор пускай он скажет что он превосходит вас ну в гуманитарной вот такой сфере не беру я там ядерную физику какую-нибудь а философия божественные откровения ну понятно тема вот ваших книг вашей жизни вашей работы пускай кто-нибудь найдется сейчас а я знаю не найдется я просто это знаю это не просто как бы что-то поискать в каталогах в истории в биографиях кого-то эти биографии все великие биографии вот взять биографию Пушкина там Чайковского там Королева все все это нечестивые грешники все это нечестивые все великие мира сего это нечестивые грешники эти знаменитости эти ученые все все вот это плеядь эти фотографии их не висят там кафедра там математики там София Ковалевская будет висеть там и так далее физики кафедра все этих знаменитых всяких там Эйнштейн Ньютон все это нечестивые грешники которым славу дал дьявол вот там духи уже это дьявольские духи славу он дает он везде славу дает все ему принадлежит все царства мира все нету ни одного здесь царства и вот он будет осужден Бог справедлив и он к врагам справедлив единственное кому Бог не справедлив это кающемуся вот кается а Господь уже милует его он милостивый единственное кому он не справедлив это к церкви своей он прощает наставляет спасает вот это уже не справедливость это любовь потому что он любовь а к врагам к врагам справедливость не сделал бы не получил была возможность не сделать да он сделал он этого искал он получал удовольствие в этом в чем во зле Бог ненавидит делающих зло и радующихся именно радуется делает зло и радуется отпустите меня Евгений мне уже идти надо ну ладно отпускаю с миром спаси Христос слава тебе с Господом с Богом